Спасибо. Как говорится, подарок есть, но мы ещё, друзья, не расходимся. Ещё только начало. Я вас приветствую. Меня зовут Екатерина Пилипчук. Я автор вебинара, и видите, какое совпадение, что скоро должен начаться курс эмоционального технического обучения. И так здорово, что это совпало. Курс как раз мой, и вебинар мой. А то был бы сюрприз, если было бы по-другому, правда? Пару слов обо мне, почему я выбрала эту тему и готова делиться экспертизой с вами. И мы быстренько перейдём, собственно, к вебинару, потому что у нас очень мало времени. В час мы точно заканчиваем. Жёсткий тайминг. Включим все навыки эмоционального интеллекта, чтобы уложиться. Поэтому где-то будем быстро, какие-то слайды будем перескакивать. Но моя задача погрузить вас в тему, дать немножко почувствовать, о чём это, что это будет на курсе, и примерить её к себе, чтобы поняли, нужен вам этот курс или нет. Итак, обо мне. Ну, собственно, я кандидат экономических наук. Пришла в обучение именно из бизнеса. Долгое время занималась тоже эмоциями. Я только с другой стороны, со стороны клиентов руководила службой клиентоориентированного маркетинга в крупной корпорации. Это всё было то же самое. Так же, как и в рамках своей диссертации, я исследовала клиентов, лояльность, технологию увлечения и так далее. И когда я потом, полностью сосредоточившись на обучении, став сертифицированным тренером, бизнес-тренером, игропрактиком, выбрала для себя такую универсальную тему, как эмоциональный интеллект, я поняла, что всё не зря. Все дорожки, которые нас куда-то ведут, они не просто так складываются. Потому что на самом деле, конечно же, всё, чем я раньше занималась, вот этот клиенториентированный маркетинг, это тоже про эмоции. Потому что в основе вовлечённости, лояльности лежит, конечно же, грамотное управление эмоциями того, на кого мы ориентируемся. Поэтому можно сказать, что эмоции – это моя профессиональная тема. В последнее время я сосредоточилась именно на создании бизнес-игр. И по теме, которую мы сегодня проводим с вами вебинар, я провожу, а вы участвуете, надеюсь, будете активно участвовать. У меня тоже есть игра, называется «Тренажёр эмоционального интеллекта». И в рамках курса я буду использовать в том числе кое-какие механики из игры, очень интересные красочные иллюстрации, которые позволяют гораздо быстрее вам зайти в эту очень непростую тему. И потом использовать её в рамках своего обучения. Собственно, я сертифицированный тьютер развития эмоционального интеллекта. По этой же теме у меня есть 9 рисованных фильмов об эмоциях моего авторства. Ну и я активно использую игровые методы. Надеюсь, что вы будете активно принимать участие в нашем сегодняшнем вебинаре, потому что пользу можно взять, конечно, только в таком формате. В минимальной степени лекция может быть полезна, в максимальной степени вы даже сейчас на этом бесплатном промо-вебинаре можете много чего взять себе полезного. Ну а что возьмёте, поделитесь со мной в конце. Итак, я предлагаю сразу перейти прямо вот к метафорическим картам. Это метафорические карты, прежде чем будете писать в чате, я поясню. Это метафорические карты из моей игры «Гурт цифрового общения», разработанные специально для этого, потому что цифрового сейчас у нас очень много, и в том числе у педагогов, даже если кто-то из вас ведёт только оффлайн обучение, всё равно приходится общаться с учениками, с их родителями, с администрацией часто. Вот вы сейчас даже учиться пришли дистанционно ко мне. То есть цифровая реальность нас захватывает и всё больше делает как минимум нашу профессиональную деятельность гибридной, как минимум, у кого-то она 100% стала цифровой. Поэтому с помощью этих карт я вам предлагаю сейчас посмотреть на них и выбрать, какая из карт для вас лучше всего отражает, что такое для вас обучение. Вот сейчас, в наши сегодняшние дни, что для вас обучение. В чате пишите, пожалуйста, цифру карты и несколько слов пояснений, почему именно так, что в этой карте увидели, что олицетворяет для вас обучение. Прямо несколько секунд. Я жду в чате ваших ответов. Вот кто стал писать уже цифры, я вас благодарю за такую стремительность и скорость. Обязательно напишите пояснение, почему именно эта карта, что для вас обучение. Пока вы пишете, я комментирую, что мы подключаем ассоциативное мышление, которое позволяет очень быстро, хорошо очень использовать, кстати, с учениками разных возрастов, с детьми, с подростками, с взрослыми. Быстрее гораздо вы заходите в любую совершенно тему. Ага, я вижу. Спасибо, Татьяна. Три. Многозадачность и немедленное выполнение. Вторая карта. Есть новая жизнь в технологическом хаосе. Да, вроде бы хаос, но жизнь есть и уже мы ее нашли в принятии. Супер, спасибо. спасибо так получение усвоения новое решение границ выход в неизведанной территории изменит взгляд на мир новые возможности супер спасибо евгения классно что вы уже видите плюсы плюсы не такой хаос плюсы в том что нам открылось 3 поток информации из множества источников трудно отслеживать боясь пропустить что-то важное да действительно мы все находимся фактически как я это называю в инфомусорном полигоне когда скорость потоки вот эти информационные так распределяют так нас дезориентирует я бы сказала что если не научиться рано этим управлять то реально важно что-то будем пропускать я думаю многих вас это уже было второе энергия обучения дает старт в новую жизнь спасибо большое 3 оперативность получения и усвоения знаний супер кто еще мне написал я вас призываю все-таки подумать может быть потом после вебинара вернуться к этому разглядеть карты выбрать для себя и написать обязательно как только мы пишем мы уже начинаем по большому счету управлять и своим восприятием и и своими эмоциями на самом деле есть такая техника как вербализация да просто того что происходит поэтому это очень важно уметь осмыслить и обличь слова ну и вот сейчас чтобы не лучше с вами познакомиться понять кто сегодня пришел в вебинар на вебинар на нашу площадку гостеприимную директ академии я вас спрошу насколько в вашей профессиональной деятельности распределяется оффлайн и онлайн то есть давайте первая цифра будет за оффлайн то есть все вместе сто процентов если вы пишете 70 на 30 значит 70 процентов оффлайн в обучении у вас 30 процентов это онлайн 0 на 100 это значит сто процентов вы в онлайн в онлайн и напишите чтобы мы познакомились поняли насколько у нас похожий контекст 50 на 50 вижу 100 процентов онлайн я сейчас поясню когда вы напишите 30 на 70 то есть больше онлайна чем оффлайна поясню почему это спрашиваю пока все участники в чате пишутся пишут от на 20 по 100 процентов оффлайн далее но все-таки онлайн есть у вас что-то может быть не напрямую обучение но за пределами обучения вопросы касающиеся обучения решение вопросов с родителями там с учениками как как-то цифровое общение вашей профессиональной деятельности присутствует так 80 на 20 80 на 20 здравствуйте да да вот дело в том что да сейчас уже даже педагоги условно которые в школе работают и дистанса выведены полностью очное обучение тем не менее контекст обучения перестал быть на сто процентов оффлайнов там много цифрового и так как например если брать педагога в школе как такой пример мы говорим о том что он создает своими руками своими усилиями атмосферу как с учениками так и с родителями эту среду обучения что многое делается в школе много делать потом дома под контролем родителей и так далее это все вот именно такая большая среда то конечно же вот эта цифровая реальность начинает влиять на весь контекст обучения на отношения которые складываются между педагогом и родителями между педагогом и учениками и поэтому не удивляйтесь хотя у нас курс называется эмоциональный интеллект в обучении то есть мы в рамках курса будем именно развивать эмоциональный интеллект педагога учеников и я буду давать вам инструменты чтобы вы могли в рамках своего обучения оффлайн или онлайн создавать такую развивающую эмоционально интеллектуальную среду чтобы вы держали эти инструменты в голове активно использовали но сегодня фокус рамка нашего вебинара будет часто смещен в сторону именно дистанционных каких-то форматов именно из-за того что вот кстати подумайте почему рассматривать в качестве примера дистанционное обучение нам полегче чтобы увидеть как работает эмоциональный интеллект почему как вы думаете предположите в чате в рамках фокус именно на дистанционном обучении позволяет получше показать как работает эмоциональный интеллект ваши любые гипотезы почему мы будем препарировать больше степени дистанционное обучение хотя будем касаться универсальных вещей эмоциональный интеллект универсальная способность каждого из нас она у всех из нас есть но почему дистанционные дистанционное обучение нам поможет будут интересны у вас какие-то версии я жду коллеги в чате любые версии почему дистанционное именно дистанционное обучение поможет нам лучше раскрыть тему эмоционального интеллекта как универсальной способности педагога учеников и родителей неужели никаких версий все-таки думаю кто-то может быть догадается даю еще буквально несколько секунд если нет конечно же я расскажу почему ну что версии нет вот видите как я вас огорошила прям самом начале вебинара а тогда я скажу дело в том что в отличие от обычного человеческого общения очного дистанционно у нас остаются цифровые следы и это огромный плюс для развития эмоционального интеллекта для понимания себя и для понимания других в обычном оффлайн обучение вам достаточно проблематично понять ваш стиль общения то как вы выражаете эмоции то как вы считываете эмоции умеете ли вы управлять ими для этого в идеальном формате вы должны чтобы вас камера записывала да потом проглядывать эти записи где взять на время на это мы говорили мы на мусорном полигоне то есть это все очень и очень тяжело в онлайн общении с родителями с учениками со своими коллегами с руководством с администрацией так далее это гораздо легче потому что остается цифровые следы всегда можете пересмотреть ваши переписки со всеми заинтересованными сторонами увидеть просто своими глазами же в спокойном режиме никогда идет общение проанализировать в каком стиле пишут вам как вы отвечаете насколько вы выражаете какие-то эмоции как ваши ответы выглядят эмоционально или нет адекватно или нет какие эмоции вы вызываете вы в моменте общения можете это не заметить но вы можете потом увидеть перечитывая самое простое рабочие переписки например и поэтому кроме того дистанционное общение это для всех нас новая область да вот последние несколько лет и все новое но на самом деле дает мощный импульс к развитию эмоционального интеллекта потому что как только мы приходим какое-то новое место да у нас открываются многие входы для восприятия новой информации потому что мы не готовы мы не знаем какие там все будут угрозы мы не умеем стопроцентно управлять вовлеченностью слушателей нам потяжелее мы активно учимся и так мы открыты этому новому если хотим быть профессиональным и успешным педагогом во всех каналах коммуникации соответственно эмоциональность лучше развивается ну именно поэтому у нас многие примеры будут про дистанционное общение обучение хотя курс будет касаться именно эмоциональной интеллекта как универсальной способности отлично сейчас попрошу вас ответить вот на этот вопрос как вы думаете в чем в принципе сейчас сложности обучения и оффлайн и онлайн как вы их видите потому что очень сильно меняется среда меняются учитель ученики поколения родители правил которые все это регулирует как что для вас сейчас самое сложное в обучении чтобы вы могли вы выделить напишите пожалуйста в чат ну прям тезисно что сейчас самое сложное я подожду буквально 5-10 секунд может быть у нас чат там задерживается может быть какое-то опоздание такое тоже бывает но очень важно услышать ваше мнение людей которые непосредственно своими руками обучают детей подростков взрослых в чем сейчас сложность обучения что-то такое чего раньше как вам кажется не было что сейчас добавилось что стало сложнее ага ученики потеряли много социальных умениях не хотят общаться друг другу кажется сам себя да то что раньше были во дворах играли и так далее развивались вот эти социальные навыки в том числе эмпатия эмоциональный интеллект и конечно же потом управлять такой группы было полегче меньше было конфликтов потому что все было вот как шероховатости были уже стерты в ходе вот этой социальной адаптации сейчас многие в гаджетах действительно это ухудшает навыки соответственно скрежет появляется у вас в группе дисциплина в образовательных учреждениях да Валентин спасибо да низкая мотивация вот интересно Антонина заметила как вы думаете с чем это связано почему именно низкая мотивация сейчас почему как вам кажется сейчас более низкая мотивация у учеников пока Антонина думает и может быть коллеги дополнить почему можем наблюдать более низкую мотивацию Татьяна пишет часто слышат преподаватели что они не видят глазами учеников не чувствуют аудитории да очень сильно пошел разрыв поколений гораздо больше чем он был раньше именно за того что условно ученики уже родились гаджетами в руках по-другому воспринимают информацию по-другому учатся если педагог не открыт к этому если у него так называемое арестованное мышление то конечно очень тяжело выходить на контакт поддерживать доверие качественная концентрированная информация по теме отсутствие практики под присмотром возможности приложения теоретических знаний самодисциплина мало контакта с преподавателем да то есть мало человеческого контакта но не даром хотя сейчас очень сильно алгоритмизируется обучение есть много асинхронных всяких курсов и так далее но ценность человеческого контакта и ценность контакта с реальным живым преподавателем она возрастает считается что в ближайшее время это будет как раз признаком более дорогого более качественного обучения потому что именно вы своими руками своей человечностью своим умением понимать сложности групповой динамики сложности обучения будете давать то чего нет в асинхронном курсе многие родители потеряли работу закрыли семейный бизнес дети не видят смысл зачем я буду учиться когда буду без работы да вот сейчас мая спасибо очень сильно идет вот такой вот профессиональная турбулентность когда точно дети редко видят когда родитель чему-то учился и потом на протяжении всей жизни это было ему полезно приносило деньги удовольствия и непонятно что будет в ближайшее время конечно в этих условиях тяжело планировать понимать и вроде как если нету просто любви к обучению такой безосновательной действительно мотивация может проседать особенности развития взаимоотношения со взрослым и готовность к школе да много из чего вы здорово заметили но я на следующем слайде просто тезисно мы не будем на этом останавливаться кратко скажу что конечно сложности связано с этим влиянием сильным цифровой реальности на всех нас да и что здесь можно сказать ну часто нет физического контроля присутствия это все касается конечно же онлайн обучения в очном обучении как ни странно тоже такое бывает недаром педагоги в школах забирают телефоны когда есть такая возможность потому что казалось бы ученик вроде бы и сидит здесь но если ты не забрал гаджет он не здесь он улетел вообще в другую вселенную он другими занимается делами вещами никакого вовлечения учебе не может быть и речи хуже транслируется энергия педагога конечно же потому что когда дистанционно энергия по другому распределяется у нас не постоянный контакт а он разрывается такой дискретный и нужно уметь вот этот пульс контакта хотя бы поддерживать чтобы он не терялся но и в очном обучении то же самое потому что идет постоянно отвлечение тяжело сконцентрироваться и так далее педагог получается меньше значимой какой-то обратной связи нет чувства локтя это все связано с этим ухудшением социальных навыков и у детей и разрыв у педагога с детьми ну и вот этот тяжкий крест цифровых следов педагог должен сто раз подумать что остается что можно говорить что могут на видео записать ученики что не могут зависимость очень сильно от технического сопровождения все это приводит вот к такому к давлению к напряжению безусловно это конечно же сложности обучения которые сейчас есть это нужно учитывать понимать что вы в непростом периоде находитесь но если перефокусировать себя а на курсе мы это будем как раз делать формировать правильный фокус внимания чтобы видеть в этом не сложности а интерес возможности для развития возможности выхода на другой профессиональный уровень получение больше благодарных учеников и больше кайфа от работы то конечно же можно трансформировать эти сложности в большие плюсы как вы думаете вот если мы посмотрим на обучение с точки зрения энергии вот есть поле эмоций такое условное мы с вами внимательно очень почему я призываю вас прийти на курс потому что обеспечение эмоциональной грамотности это первое и самое главное что я должна сделать как ваш преподаватель на курсе чтобы вы вышли с результатом потому что как показывает практика даже люди образованные к которым вы относитесь безусловно развитые читающие не обладают достаточно эмоциональной грамотностью по этой теме много книг часто противореча информации друг другу очень тяжело где-то получить концентрат знаний об эмоциях и приложить это к вашей профессиональной деятельности это мы будем делать как раз на курсе вот сейчас для примера я вам покажу здесь нарисованы эмоции 8 лучей эмоций видите разного цвета это эмоции согласно теории Роберта Плучика я его положила в основу курса почему она хороша для нас хотя теорию эмоций более 15 потому что именно Плучик объяснил что все эмоции не просто так хороши и интересны для нас мы давайте будем их замечать как-то следить за ними управлять ими нет у вас как у педагогов много разных задач еще вам не хватало дополнительно какую-то навешивать но Плучик сказал и доказал что эмоции они все даны нам для выживания они живут в нашем теле вне зависимости от того подавляем мы их не подавляем осознаем мы их не осознаем а есть во всех у нас это эволюционный долгий процесс и самое главное когда мы развиваем эмоциональный интеллект мы должны уметь научиться понимать их для чего нам нужен интерес для чего с точки зрения эволюции нужна злость и злость нормальна у педагога и злость может быть в группе в отношении педагога это тоже нормально и хорошо она для чего-то нужна вот если понимаете вы все эти ветки это восемь лучей, восемь базовых эмоций то вы будете чувствовать как распределяется энергия у вас в группе вы будете понимать зачем что-то нужно и когда условная эмоция помогает вашему обучению помогает подталкивает учеников к нужному результату вы будете этим пользоваться вы не будете подавлять эмоции группы вы будете этим пользоваться это делают как раз очень успешные педагоги активно когда работают с групповой динамикой и когда эмоции мешают вы будете знать как они мешают почему они здесь мешают и будете уметь управлять потому что в курсе я даю 36 техник управления эмоциями которые прекрасно систематизированы в три большие кластера вы всегда будете иметь возможность куда-то посмотреть взять оттуда одну из техник и применить к своим эмоциям потому что часто эмоции педагога могут мешать в вашей работе и к эмоциям группы и к эмоциям какого-то конкретного вашего ученика вот если посмотреть на эти восемь лучей как вам кажется куда в принципе может пропадать энергия в обучении за счет каких эмоций энергия в обучении куда-то вот как вода сквозь песок уходит если вы это замечали подумайте напишите в чате какая эмоция забирает нужную энергию в обучении и у вас и учеников и может быть у группы как вы думаете пока вы думаете я прокомментирую эмоции именно так и действуют они проживают с нами в теле они каждая эмоция определенным образом влияет на нашу телесность какая-то дает энергию забирает какая-то ускоряет наши процессы и самое главное понимать их это предназначение потому что нашу человеческую природу мы поменять не сможем но мы сможем ее понять принять и научиться не плыть всегда против течения всегда подавлять эмоции управлять ими переключаться и так далее а часто ловить волну как серфер и плыть по течению ну что коллеги какие-то версии какие эмоции забирают энергию в обучении пять нижних лучей то есть злость, страх, удивление, печаль неудовольствие, отвращение ну скорее да да ожидание иногда не оправдывает страха вдруг не получится да хотя мы помним что легкая степень страха это тревога в этом же луче находится поправее а тревога всегда сопутствует обучению всегда сопутствует интересу они амбивалентны друг другу интерес вместе идет с тревогой всегда потому что как только вы выходите из зоны комфорта вам и интересно и боязно и это обоснованно потому что вы не знаете а что там будет когда-то вы начинали в дистанции преподавать а что будет, а смогу, не смогу какие угрозы, я не знаю тревога дает вам подготовиться получше подготовиться чтобы потом все прошло лучшим образом учиться интересно тому что интересно да, а какая эмоция забирает очевидно что интерес не забирает энергию а наоборот это то что лежит в основе мотивации к обучению и мы очень много будем на курсе смотреть, препарировать этот интерес и думать как правильно управлять вовлеченностью и интересом учеников ну вот пять нижних лучей да, если кратко, у нас времени мало это конечно же правильно хотя злость, как ни странно, красный луч она очень сильно дает энергию если и правильно пользоваться если всем своим поведением отношениям к ученикам и группе и к себе в первую очередь пропагандировать культуру злости, этикет злости то есть показывать, когда что-то идет не так но не переходить, не оскорблять не обижать другого злость показывает границы на самом деле и злость дает очень много энергии пропадает энергия в том случае если человек всегда ее подавляет эту досаду, злость не умеет обуздать ее и всегда переходит в гнев потому что все эмоции, которые близки к центру высокой интенсивности они все как раз приводят к тому, когда условно мы теряем просто управление группой вот вы видите, Евгения как здорово вы пометили как переводить злость в здоровый азарт мы об этом будем много говорить на курсе обратите внимание получик не просто так расположил эти эмоции злость вот эта красная ветка досада, злость, нет она же ведь находится очень близко к интересу, ожиданию, настороженности именно поэтому есть такое понятие как спортивная злость если в ком-то из учеников вы это замечаете есть вот такая досада, раздражение, злость это гораздо лучше чем, например, грусть и печаль вот грусть и печаль вниз это когда мы не управляем ситуацией когда вот вот что-то вот ушло из-под моего контроля я никак не влияю я просто вот грущу и тоску повлиять не могу это как раз не про азарт это как раз не про обучение а злость близко к интересу потому что на самом деле вы совершенно правы ее можно очень здоровый азарт перевести и когда мы соревнуемся когда вы делаете своим ученикам любые какие-то игровые активности мы об этом много будем говорить на курсе потому что в основе игровых активностей как раз лежит правильное управление эмоциями группы вы как раз и подстегиваете проигравшись злиться но это его мотивирует потом превзойти себя и сделать что-то невозможное так, человек теряет когда занимается тем, что ему неинтересно да, вот как только если злость это очень рабочая очень продуктивная и в том числе и до педагога вовремя вы не заметите как минимум свою досаду не сможете озвучить вашим ученикам даже если это ученики начальной школы что что-то идет не так и вот что здесь границы которые вы как учитель определяете не установили границы у вас дальше будет все больше и больше таких ситуаций которые будут вызывать вас вот эту сначала злость если вы с этим ничего не сможете сделать никак ее не будете давать ей выйти потому что злость это как кипящая кастрюля попробуйте закрыть глаза и просто накрыть крышкой да нет вода кипит все вот крышку может снести а потом вообще и кастрюля пригореть нет, ей надо давать выход просто уметь этим управлять мы это будем очень много делать на курсе потому что злость в отличие от других эмоций наиболее яркая ее тяжелее всего пропустить на ней ярче всего видны техники управления эмоциями а 36 техник о которых я говорила вам управление эмоциями они все универсальные на курсе собраны они подходят к любой на самом деле эмоции но мы будем препарировать смотреть будем использовать разные видео фрагменты это очень сильно помогает и вот если злостью своей не управлять то как раз мы переходим к тому о чем вы написали это профессиональное выгорание когда человек не может обозначать свои границы педагог в том числе когда не дает и ученикам в том числе где-то экологично выражать свое какое-то раздражение и принимать вообще что в принципе оно может быть даже у маленьких детей оно имеет право на существование не закрывать на это глаза тогда мы переходим как раз к ветке которая вниз мы не идем к интересу к азарту к соревновательности к развитию а мы от злости скатываемся вниз к фиолетовой ветке это ветка как раз скука неудовольствие отвращения это прямая дорожка к выгоранию когда сначала часто скучно то есть это что-то не мое это мы очень подробно будем разбирать потому что отвращение как базовая эмоция она очень сильно основана на понимании нашей идентичности а идентичность у человека так же как и ценности тяжело меняется искусственно ее поменять вообще практически невозможно нужно очень хорошо понимать себя что ваше что не ваше это первый путь к тому самый важный инструмент к тому чтобы не выгореть и получить удовольствие кайф и вот если мы границы свои не охраняем эмоциями группы не управляем своими себя плохо понимаем часто бывает у педагогов как раз взрослых что они в какой-то момент перестают себя чувствовать ведь мы по жизни очень сильно меняемся меняются какие-то жизненные обстоятельства все что за пределами работы как ни странно почему вот эмоциональный интеллект классный инструмент потому что с одной стороны мы на курсе с вами будем говорить про профессиональную его применимость профессиональную его применимость как он поможет вам улучшать показатели вашей работы и делать вас более счастливыми педагогами на ваших рабочих местах но при этом вы это же самое будете забирать домой и переносить к вашим домашним ситуациям в этом его универсальность и самое то что вот я больше всего люблю в этой концепции потому что ведь вот на работе у вас может быть все так же все прекрасно а за пределами работы что-то поменялось разные бывают ситуации разлады какие-то конфликты в семье даже безо всяких разладов конфликтов дети из классного такого цветочно волшебного ваши собственные дети детского возраста переходят в ужасно подростковый вот я сейчас переживаю со старшим сыном ужасно подростковый кошмарный когда вдруг вы становитесь вообще не авторитетом и непонятно что делать и что это за другой человек рядом с вами вдруг дети вылетают вообще из гнезда вырастают то есть человек на протяжении своей жизни может меняться как-то и нужно в себе это вовремя отсекать чтобы как раз это выгорание не случилось понимать когда для вас стало ценным немножко другое приоритеты чуть-чуть поменялись и вот чтобы держать себя как раз в интересе в спортивном азарте нам для этого и нужен эмоциональный интеллект потому что все эти эмоции и вашей вашей группы ваших учеников это сильный заход к ценностям человека к тому что очень долго очень тяжело меняется у некоторых вообще не меняется в течение жизни поэтому это точно нужно принимать смотреть на это с открытыми глазами и об этом очень подробно мы будем говорить все вот эти ветки эмоциональные все ветки эмоций раскладывать понимать с точки зрения эволюционной теории эмоций лучика зачем они нам нужны и учить ими пользоваться где-то получать от них пользу эффект не переключаться а где-то реально управлять с помощью техники о которых я вам говорила ну и наконец само определение потому что у нас видите время скачет просто неизмеримо быстро я должна сказать что же такое эмоциональный интеллект дело в том что это измеряемая способность для нас это чем хорошо долгое время до того как открыли нейропластичность мозга считалось что до взрослого возраста человек как-то до подросткового он развивается а потом что выросло то выросло вот потом уже все он живет с тем что наработал что воспитал в себе в детско-подростковом возрасте но потом была открыта нейропластичность мозга и доказано что оказывается даже во взрослом возрасте при определенной дисциплине которая очень близко к спортивной или к военной дисциплине можно развивать в себе новые привычки и развивать определенные способности все говорят о разных сроках кто-то говорит там три недели кто-то говорит что нужно минимум полтора месяца но в любом случае я в свое время занималась очень плотно в том числе измерением эмоционального интеллекта с помощью методики которая одобрена институтом психологии российской академии наук и адаптирована к именно русскоязычной к российской именно выборке так вот я вам могу сказать что все те участники моего обучения которые как спортсмены просто брали на вооружение самые простые техники которые будут конечно же на курсе в избытке некоторые из них самые рабочие брали и каждый день их применяли что у человека занимало там ну в среднем по свободу пять минут в день не больше и с гаджетом с телефонами это стало гораздо легче при введении дневника эмоций все эти люди через 3-4 месяца показывали существенный скачок в эмоциональном интеллекте представляете существенный то есть они переходили из зоны например среднего значения в зону высокого значения как только вы переходите в зону высокого значения эмоционального интеллекта это значит что вы становитесь хозяином своей жизни это не значит эмоциональный интеллект конечно что-то не может происходить но мы воспринимаем ситуацию обрабатываем ее вот здесь это наш черный ящик и потом выдаем определенные эмоции И вот если мы умеем вовремя замечать, для нас эмоции это как сигнализация, если умеем пользоваться этой сигнализацией, знаем, вот оп, тревога, это сработала моя охранная сигнализация, ага, я понимаю, я вовремя заметила эту тревогу, тревогу очень тяжело заметить, поэтому она тоже часто приводит к выгоранию. Я заметила, что-то много стало тревоги, что-то слишком часто стало тревога, что-то стало столько тревоги, что даже вроде поводов нету, а я все равно тревожусь, она уже в настроение переходит, мы будем много на курсе говорить о переходе эмоций в настроение, она переходит в настроение, так и что мне делать с этим, о чем это говорит для меня, управлять мне этой тревогой или что мне с ней делать, вот это все мы будем проходить на курсе. Вот если вы этой сигнализацией пользуетесь, настроены на все 8 базовых эмоций, то тогда вне зависимости от того, что у вас будет происходить в жизни, у вас развивается так называемая жизнестойкость. То есть вы быстрее других людей, быстрее тех людей, у которых средняя зона эмоционального интеллекта, будете выходить из трассогенных ситуаций. Вы не будете зависать, вы не будете залипать, как в болоте. Вы будете в этом смысле хозяин, вы будете уметь быстро отряхнуться от того, что произошло, сменить фокус внимания и пойти дальше. Это не будет на вас налипать, как вот какая-то тина с болота. Вот это самое главное. И вы будете тратить меньше энергии для того, чтобы приходить к нужным вам целям, если мы говорим про работу. То есть то же самое, тот же доверительный контакт в группе, та же определенная доля успешных учеников, отличников и так далее, та же лояльность этих учеников и родителей к вам. Вы к этому всему будете приходить с меньшей потерей энергии и будете получать больше кайфа. То есть вы будете застрахованы, если развивается свой эмоциональный интеллект, от профессионального выгорания. Это не значит, что вы всю жизнь будете заниматься тем, чем сейчас занимаетесь. Но вы вовремя, например, для себя поймете именно с помощью эмоционального интеллекта, что вы немножко поменялись, обстоятельства ваши поменялись, ваши ценности поменялись. И вам нужно сейчас уже начать смотреть в другую сторону, например, менять профессию, менять чуть-чуть тему, которую вы преподаете. Вы вовремя это заметите, не допустив никакого выгорания. Вы вовремя переподключите себя к новой розетке, которая будет давать вам энергию. Вот это про эмоциональный интеллект. Ну а само определение вы видите, это измеряемая способность перерабатывать информацию, которая содержится в эмоциях, как я вам говорила. Это как сигнализация, которая нам дает эту информацию. А при этих значениях связи друг с другом, да, вы человека вызываете к доске, а он у вас вдруг взгрустнул. Что это значит? Что это для вас, как для педагога, значит? И главное, используйте вот эту эмоциональную информацию в качестве основы для мельчинения и принятия решений. Вам что сейчас надо? Немножко взбодрить его возле доски? Какое-то мотивирующее ему что-то сказать? Двоечку ему влепить, чтобы это его взбодрило? Или наоборот, вам сейчас нужно от него отстать, а оставить его на какой-то разговор после обучения. И сейчас именно то, что нужно. Вы будете использовать эмоциональную информацию для принятия решений и мышления. Потому что в первую очередь эмоциональный интеллект, хотя это пара эмоций плюс интеллект, но я сразу скажу, это в первую очередь интеллектуализация эмоций. Интеллектуализация эмоций. Мы учимся делать так, чтобы не хвост вилял собакой, а собака все-таки виляла хвостом. Метафорично, образно, я про нас и про наши эмоции. У эмоционального интеллекта в концепции, которой я занимаюсь, есть четыре ветки. Сразу спрошу вас, читал ли кто-то из вас Голлмана? Это такой журналист, очень известный популяризатор концепции эмоционального интеллекта. Если читали Голлмана, можете либо огонечек зажечь, либо, да, написать плюсик в чате. Читали ли вы Голлмана по эмоциональному интеллекту? Чаще всего, если кто-то из нас слышал про эмоциональный интеллект, то слышал в его концепции. Вижу же, нет. Есть ли кто-то здесь у нас, кто читал Голлмана? Я сразу поясню, почему спрашивают. Дело в том, что Голлман, он не психолог, он не автор концепции, он журналист. Очень, я поэтому, вот, Валентина, прочитаю, не советую пока. Я вам советую для погружения быстрого в тему прийти на курс. Я на курсе буду давать, кстати, очень большую библиографию. Много есть книг, которые реально я рекомендую читать. Голлмана там не будет, но мы про Голлмана поговорим. Голлман популяризировал концепцию. Он в свое время приехал в Ельский университет, посидел на лекции у авторов концепции Ельского университета, научной концепции эмоционального интеллекта. Понял, что вот хотя дядьки эти на кафедре что-то там бубнят, очень нудно, но он уловил суть, что это может быть, добрый день, Наталья, может быть очень классной, нужной концепцией в нашу эпоху. Он это уловил, переформулировал все, потому что, как я сказала, они как люди из академической среды были на тот момент плохо воспринимаемые, немножко нудноватые там и так далее. Больше к скуке, чем к интересу все это приводило. Переформулировал и издал книжку, он поменял ветки. Если вы столкнетесь с концепцией с Гоумана, у него по-другому ветки эмоционального интеллекта названы. Он, более того, несколько изданий уже есть у его книг, и в своих изданиях он их постоянно менял и так далее, переформулировал. Ну, это вот классический такой неакадемический подход. Но он сделал самое главное, он популяризовал это понятие. То есть эмоциональный интеллект теперь практически все о нем слышали, многие что-то знают, и за это ему огромное спасибо. Но развивать мы его будем все-таки с вами на курсе классической концепции. И у авторов именно научной концепции эмоционального интеллекта. Я много раз выступала на конференции в рамках этого научного подхода. Четыре ветки. Это все касается и моих эмоций, и эмоций другого человека. То есть, например, ваших учеников, родителей, руководства школы и так далее. Идентификация эмоций. То есть мы должны идентифицировать и как-то назвать. Очень поэтому много в рамках курса у нас уходит на теорию эмоций. Очень много. Мы как-то должны это назвать. Что это происходит, что я чувствую. Чтобы это было чуть поподробнее, чем окей или как-то не очень. То есть вы должны поподробнее. Потому что именно как только мы замечаем нюансы, мы переходим к этим ключикам, о чем говорит эта сигнализация. И идентификация эмоций другого человека. То есть что чувствует ваш ученик. И группа. Потому что вы управляете групповой динамикой. Вторая ветка – это понимание эмоций. Это очень важно. Это уже к стратегическому управлению эмоций мы понимаем. Вы понимаете причины. Вот мне взгрустнулось, почему. Я уловила тревогу в воздухе. Почему. Что привело к этой тревоге. Почему именно тревога. И я не только понимаю причину. То есть это как раз идет очень сильная интеллектуализация. Я еще могу прогнозировать развитие событий. Я понимаю. Вот часто в моей группе среди учеников пошла скука-скука. Что-то какая-то грусть непонятная. Редко интерес, вообще никогда радости. Доверие вообще я не понимаю есть ли там. И вы понимаете, что если вы ничего с этим не сделаете, к чему это приведет. С точки зрения ваших результатов. Мы всегда держим в голове результат. К чему вы хотите прийти. Потому что именно эмоционалитет помогает связать эмоции с эффективностью вашей работы. Вот понимание про это. Использование ветка третья, она самая сложная для нас, для россиян. Потому что это не в контексте нашей культуры. Мы не привыкли это делать. Это про то, что вот вы условно подбираете же внешний вид, когда вы выходите на обучение. Когда у вас важны какие-то переговоры. Когда у вас какая-то неформальная встреча. Вы всегда думаете о том, чтобы внешний вид ваш соответствовал. Так вот использование как раз, когда мы используем эмоции. Не только дресс-код, а эмоции. Вот у меня сейчас важный разговор с руководством школы. Какое сейчас у меня состояние? Мне вот мое сейчас состояние, например, там мандраж или дикий гнев. Оно поможет прийти к нужному результату в разговоре или нет? Вот использование, когда я понимаю. Вот я хотела сейчас урок провести. И там я планировала, не знаю, там контрольную. А я чувствую, что вот меня вот распирает. Что-то у меня случилось в жизни. Может быть, у меня внук родился. Или пятый ребенок, я не знаю. Ну что-то классное, офигенное произошло. И меня распирает радость и восторг. Во мне это столько энергии. Вот если я хорошо использую, то я понимаю, черт. Радость и восторг редко случаются в жизни в группе. Я лучше сейчас воспользуюсь этим. И контрольную проведу на следующем уроке. А сейчас я с ребятами в этом радости и восторге покреативлю. Мы с ним что-то такое забабахаем. Что они запомнят на весь год. И они меня полюбят еще сильнее. Вот это использование эмоций. Ну и наконец, управление эмоциями. Это как раз про переключение. То есть вы не всегда можете перенести контрольную. Да, извините. То есть часто вот вам нужно сейчас именно отчет контрольная, подвести итоги года. Все. И неважно, какое у вас состояние и какое состояние у группы. Вы должны уметь управлять эмоциями, переключать свои эмоции. Для этого техники, 36 техник универсальных управления эмоциями. И переключать эмоции группы. Я думаю, вот вспомните, пожалуйста, сейчас напишите в чате, когда и что вы делали с группой, чтобы управлять их эмоциями. Вот какой-то пример. Как вы управляли эмоциями группы, у которой вы ведете обучение. Что вы делали, чтобы куда-то их переключить. Напишите, откуда, куда вы переключили их, с помощью чего. Ну там, не знаю, из скуки, в интерес, как вы их переключили. Или там, из грусти еще куда-то, как вы их переключили. Напишите, что вы уже делали. Потому что эмоциональный интеллект, сразу скажу, у нас у всех есть. Итак, вы педагоги, вы работаете с живыми людьми. У вас он на приличном уровне уже точно. Но так как вы работаете с эмоциями других людей, именно эмоции очень сильно влияют на результат. Чтобы не было выгорания, нужно еще подкачивать свой эмоциональный интеллект. Еще его поднимать на более высокие уровни значений. Итак, я в чате жду от вас. Когда вы, ваш конкретный пример, переключали эмоции группы из одного в другой, что вы для этого делали? Мы, видите, с вами голубым по Европам. Половину презентации не успели, но это ничего страшного. Нам с вами главное поговорить и понять, что же будет на курсе. Так, вот, отлично, вижу изменение динамики при игровых техниках. Супер! Потому что игра, она вот на самом деле, я чаще всего обучаю взрослых людей, игра, она даже взрослого человека тут же переключает во взрослое, в детское состояние, в такой легкости, снимает у него оковы, и он уже переключился, готов идти дальше. Супер! Дисциплина ужасна, я говорю, всех на ногах руки вверх, и все напряжения убираем, тряся руки, крича 30 секунд. Шикарно! Потому что, что бы ни было, мы можем влиять либо на нашу когницию, восприятие, когда мы хотим управлять эмоциями, либо на тело, телесные техники, все они так же действуют. Шикарно, моя прекрасный пример. Евгения, привлечь внимание, изменить тон голоса, сказать, сделать что-то неожиданное, пошутить. Да, изменить тон голоса, это паравербальное. Да, мы всегда сильнее всего воздействуем, когда мы меняем паравербальное. Все опытные педагоги, прекрасно, этим пользуются, отлично. Сделать что-то неожиданное, пошутить. Супер! Это техника управления эмоциями, переключения через удивление. Удивление одна из тех эмоций, которые способствуют переключению. Все прекрасные ораторы как раз пользуются удивлением, сделать что-то неожиданное. И шутки все классные на этом построены. Игра вообще волшебное слово. Ну, я обожаю. У меня три свои игры, три еще в разработке. Поэтому я всегда делаю все с помощью игры. Поэтому этого будет много на курсе. Но вот видите, вы уже на самом деле этим пользуетесь. Но эмоциональный интеллект курса, обучение, позволит вам всесторонне охватить эту тему с точки зрения вас, вашего эмоционально-интеллектуального фона, того, что происходит у вас на работе, с вашими группами, что за пределами работы тоже происходит. Как я вам сказала, вы это возьмете с радостью себе для решения и профилактики всех проблем со всеми вашими близкими, родными. И что самое классное, вот если, понятно, что если человек дошел, например, до психолога, психоаналитика, это прекрасная индивидуальная глубокая работа. Но не у всех из нас есть готовность туда доходить. Не у всех из нас есть финансовые средства для того, чтобы проходить курс, да, и вот такую глубокую, это всегда глубокая, долгая работа над собой. Эмоционально-интеллект – это очень бизнесовая концепция про здоровые эмоции, и она позволяет в легком формате зайти в эту глубокую тему. Поэтому я вас, это моя любимая тема, я уже на протяжении там больше шести лет ей занимаюсь, и до сих пор она мне не стала скучной. До сих пор я копаю, копаю, вижу, особенно радуюсь результатам участников из разных сфер совершенно отросли наши деятельности, в том числе педагогов много обучала. Для педагогов почему эмоциональный текст важен? Потому что, как я сказала, проводили исследования также при Институте психологии Российской Академии Наук, и там на цифрах увидели, что, к сожалению, показатели эмоционального выгорания у педагогов очень большие, и очень большой риск этого. Поэтому нужно особенно уметь управляться вот с этими эмоциями вокруг вас. Не давать вас втягивать тогда не нужно, не давать оттягивать у вас эту энергию. Это самое главное, чему мы будем учиться на курсе. И будет у вас целый арсенал техник управления эмоциями, вы сможете потом очень сильно обогащать все развивающие активности с вашими группами за счет вот этих дополнительных техник. Ну и вот мы с вами заканчиваем. Я хочу перескочить вперед очень сильно. Вы потом посмотрите презентацию. Про энергию в обучении. Я вам с вами поделюсь просто двумя короткими упражнениями, которые вы точно можете взять с собой, использовать их уже, даже если вы не придете на курс, но держать в голове, что на курсе-то будет уго-го сколько всего, и мы все это будем отрабатывать. И что самый хороший курс длится месяц. Это самое прекрасное, когда есть модульная система развития эмоционального интеллекта. Когда вы чуть-чуть взяли себе, ушли в обычную жизнь, к своей работе, и к работе, и к отдыху, и уже фокус внимания сформирован, вы что-то используете, что-то применяете, смотрите сквозь нужную призму на этот мир. Потом через неделю возвращаетесь, вы уже прокачаны, вы уже готовы, вы уже тепленькие, мы идем с вами еще чуть-чуть подальше, мы еще исследуем. И вот так за счет модульной системы в течение четырех недель достигаются наилучшие показатели. То есть эмоциональный интеллект всегда, если выбирать, не знаю, один раз в два дня, и все, или четыре встречи по полдня сделать, вот всегда лучше четыре встречи, разнесенные во время. Итак, упражнение «Эмоциональная разминка». Что вы можете делать? Вы можете из презентации моей взять потом скриншот вот этого поля эмоций, которое есть согласно теории получика. и когда вам хочется вот немножко размять группу, вы можете разрезать эмоции на карточки, чтобы у вас были разные эмоции, берете либо какие-то стихотворения, которые вы им предлагаете, можно хоку брать, трехстрочные стихотворения, да, так называемые, японские, прекрасно, и делаете эмоциональную разминку. Человек, студент, вытягивает у вас одну из карточек эмоций, и в зависимости от того, какой он вытянет, он должен прочитать от стихотворения об этой эмоции, вся группа угадывает. Это прекрасный инструмент раскрепощения. Улучшается выражение эмоций. Я прекрасно это использовала даже со своими детьми маленькими, когда мы учили стихи для раскрепощения. Потому что как только он просто учит стихотворение, ну, это скучно, это нудно, это непонятно. Как только он это стихотворение должен рассказать сначала в скуке, потом вдруг в удивлении, а потом вдруг в гневе, запоминается гораздо лучше. Я уж молчу про то, что это дико смешно, это способствует как раз вашему командообразованию. Это очень хорошее, полезное, простое упражнение, которое как раз еще подспудно формирует эмоциональную грамотность, потому что они начинают запоминать, ага, какие разные есть эмоции. Они учатся улавливать это по разным проявлениям у других. То есть это простое упражнение, которое очень сильно действует в разных срезах. И, наконец, второе, что я хочу вам предложить взять с собой здесь сейчас, это упражнение «Как вы сейчас». Что мы делаем? Вот я сейчас прямо с вами завершу на этом упражнении. Вы показываете очно или дистанционно поле эмоций, вот как сейчас мы с вами его видели, да? Я вас сейчас призываю это сделать. Посмотрите на эти эмоции, их 24, и напишите в чате, что вы сейчас конкретно чувствуете. Одну, две эмоции. Можете без причины, ну, такой экспресс-вариант. Это будет такое завершение, такой послевкусие, после этого нашего стремительного вебинара. Одна, две эмоции. Как вы сейчас себя чувствуете? Я жду от вас этого в чате. Ага, вижу, спасибо, Ирина. Доверие, принятие. Это очень все ресурсное. Доверие. Как раз вот чаще всего доверие тяжело отследить, там нет такой энергии, как в злости, да? Радость, удивление, супер. Сколько еще будет удивления на курсе? Интерес, принятие, доверие. Прекрасно. Вы когда будете вашу группу вот так вот отслеживать, я дам еще другие инструменты для идентификации эмоций группы. Если мы с вами, так как вы все-таки педагоги, я говорю, у вас уже бэкграунд, вы управляете групповой динамикой, вы уже крутые в эмоциональном интеллекте. Просто для профилактики выгорания вам нужно еще себя прокачивать, да? Но вот для группы, когда им тяжеловато, мы будем использовать еще более простые техники, когда по цветам они будут идентифицировать, и для вас это сразу будет понятно. Вы хотите, вы провести какую-то там, не знаю, креативную работу, вот перед ней вы попросили просто их подойти анонимно, на доске у вас галочкой отметить, либо стикеры налепить, что они чувствуют. Вам уже виден срез группы, вы уже понимаете, что с ней делать. Вы уже видите, ага, вам нужна была энергичная, бодрая, позитивная группа, они у вас все почему-то в страхе зависли, там где-то куда-то ушли, и вы понимаете, ого, вы сейчас никакого креатива, никакого мозгового штурма от них не добьетесь. Вам нужно поменять немножко программу и вначале как-то поуправлять вот эту энергию, раскачать их, чтобы она у них появилась для достижения ваших результатов. В конце тоже любой активности, когда вы хотите получить обратную связь, которую мы с вами сказали, часто педагогу в современном обучении не хватает адекватной обратной связи. Это тоже приводит, кстати, к сильному выгоранию. В дистанционном обучении это очень сильно видно. Не всегда мы получаем вот это в ответ тепло, в ответ поток, это очень тяжело для педагога. Просто опросили, как сейчас я сделала, да, где кто что чувствует в конце находится, и вам уже понятно, вы как-то достигли своих целей каких-то или нет. Как только вы делаете это еще там, допустим, анонимно и так далее, вы способствуете открытию клапанов. Даже если что-то негативное, если кто-то там заскучал и кто-то раздражен, будет возможность это легально высказать, не обидев никого. Прекрасно. А вам показать супер свое мастерство и поработать с этим. Ух, вот я на курсе буду рассказывать, как однажды я словила сильный гнев, будущим преподавателем в социуме. И как я переработала этот гнев в злость и использовала это для еще улучшения техник, для улучшения групповой динамики и более быстрым результатом, более ощутимым участниками. Вот чтобы завершить, я вам приведу один пример. Мы сейчас находимся с вами в такое удивительное время. Если обычному этикету, тому, как правильно общаться, как правильно вести себя. Нас всегда учили, да, наши педагоги, начинала с детского садика, наши родители, потом в школе, нам все говорили. Катенька мне говорили, как тебе нужно, ты, когда взрослый заходит, ты должна сама первая встать, первая поздороваться, мне нужно чавкать, мне нужно во время приема пищи, значит, локтями толкать соседа и так далее. Мы все это знали. Сейчас мы живем в уникальное время, когда никто не знает, ни ученики, ни педагоги, как правильно себя вести в цифровой реальности. И вы, развивая свой эмоциональный интеллект, будете своими силами формировать правильную цифровую культуру, правильную среду вокруг вас. Это будет касаться и вас, и ваших учеников, и родителей, и администрации этих учебных заведений, в которых вы преподаете. Чтобы не было вот такого примера, о котором я вам сейчас расскажу. Потому что часто, как ни странно, это многие мне говорят, именно педагоги показывают обескураживающую какую-то слепоту в эмпатии именно в дистанционном канале. Вот пример. Представляете, у меня младший сын, он ходит в музыкальную школу. И как-то он не смог прийти на сальфеджио, попал в больницу. Все сразу скажу нормально, подозревали аппендицит, потом отпустили. Ну вот как раз в это время он пропустил сальфеджио. И мне пишет... Нет, я решила предупредить педагога о сальфеджио, что мы вот не придем, потому что мы в больнице. Сразу скажу, у нас сообщение все в телеграм-канале. В телеграм-канале это педагог, она непонятного возраста, скажу сразу, ей может быть 30, а может быть 50, непонятного возраста. И она в телеграм-канале сама, где ведет группу, где скидывает домашние задания для всех родителей. Она там на аватарке подписана, как Наташа. Наташа. Я ей, при том, что она подписана, как Наташа, пишу в телеграме. Наталья, здравствуйте. Тимофей сегодня не придет. Точка. Он попал в больницу с подозрением на аппендицит. Точка. Что мне отвечает педагог? Прошу запомнить, запятая. Наталья Андреевна. Точка. Занавес. Ну, вы понимаете, да? Что это просто ужасно. Может быть, в обычной жизни, когда очно мы общались, я бы ей это сказала, и она как-то бы проявила внимание к тому важному моменту, что ее ученик в больнице, и как-то проявила бы это невербально. Она, может быть, просто мне сочувственно кивнула, может быть, по плечу у меня так вот рукой, может быть, вздохнула. Я бы поняла, что ей не все равно, что Наталья или Наталья Андреевна, это не так важно, как то, что твой ученик попал в больницу. Но так как это дистанционный контакт, я всего этого была лишена, а у нее эмпатия вообще никак не прокачена, эмоциональный текст, она никак не используется в общении в телеграм-канале, то считывается это, конечно, безусловно, как полное равнодушие педагога. Черствость, сухость, это вызывает сразу у меня, убирает всякие зачатки доверия, принятия, вызывает сразу вот что-то такое типа неудовольствие или даже презрение к педагогу, что очень плохо, да, я не хочу как родители испытывать презрение к педагогу. Я уж молчу про то, что хорошо, что мой сын этого не видел, потому что по всем статьям неприятно и точно не способствует никакому контакту и дальнейшему обучению. Вот чтобы такого не было, я уверена, что у вас такого нету, потому что я по тому, как вы участвовали в вебинаре, я почувствовала, что у вас на неплохом уровне эмоциональный текст, вы уже управляете, сфокусированы на эмоции группы. Но чтобы все было это на высшем уровне, еще лучше, чтобы вы учили других педагогов, чтобы вы были для них образцом того, как нужно создавать эмоциональную и интеллектуальную среду, я вас приглашаю на курс «Эмоциональный интеллект в обучении». Ссылку скинула Татьяна. Курс должен вот-вот уже начаться на следующей неделе. И чтобы нам завершить вебинар, я вас попрошу, вы либо можете вот этими огоньками поддержать меня, либо просто два слова, что вы ценного наиболее взяли сегодня с вебинара, написать в чате, это тоже мне поможет получить вот эту ценную, редкую обратную связь, которая в цифровом канале хромает, хромает обратная связь для педагога. Так, я вижу, вижу ваши огонечки, спасибо большое, благодарю, курс превратили в день волшебный, спасибо, из Болгарии. Ой, Болгария, моя любовь, это прекрасно. Вот что классно с эмоциональным интеллектом, кроме работы, его можно брать домой, и он не имеет никаких территориальных привязок, ни к каким странам, ни к каким границам. Он везде есть, это суть человеческой природы. Просто мы, к сожалению, так как у нас много социально ожидаемого, у нас в культуре очень сильно подавление, нас этому не учили, и нужно заново в себе оживлять вот это человеческое тёплое и уметь этим пользоваться, принимать свою природу, вот про это, курсоваться интеллект, и пользоваться этим, а не переделывать себя. Спасибо вам большое, вижу ваши ручки, огоньки. Желаю вам хорошего дня, и я тогда выхожу из вебинара. Спасибо. Берите энергию, развивайте, прокачивайте свой эмоциональный интеллект. Хороших вам учеников и адекватных родителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова